Приветствую вас! В каком состоянии наша банковская система? Тем более, новый руководитель. Ну, вы наверно, берите внимание. Девальвация. Насбанк выходит с интервенциями. Даже вроде бы интервенция более-менее нормальная, но... Девальвация. Ну, на межбанке 27,9. На валютной барыге уже продают по 28. И общая тенденция, давай-давай. Почему девальвация? Ну, частично глупые заявления представителей власти, что курс нужен 30. Я бы сам понимает, это стимулирует даже вас покупать доллары. Плюс ко всему, я бы не сказал, что очень активно продают гривневые газеты. Нет. Полтора миллиарда продали. Ребята, если вы перебьете по курсу, это миза. Ну, понимаете, полтора миллиарда гривен. А в долларах это почти ничто. Вы сами понимаете, такая ситуация. Экспортеры, импортеры сейчас главной роли не играют. Я сразу говорю, лето. Сейчас вообще там, ну да, импорт покупают. Но я бы не сказал, что что-то радикальное. Самое интересное, приток денег от газарбайтеров немножко уменьшился. Но, в принципе, вот смотри, какая ситуация. Пока, ну, не начались эти разговоры про 30. Люди больше сдавали наличных долларов. Сейчас смотрю, больше покупают. Паника. То, что я постоянно говорю, ребята, у нас слишком много валют на руках населения. Как только начинаются разговоры, сразу валютная паника. И тогда уже цепная реакция. По этой причине, ну, что могу сказать. Девальвация. Мне ужасно не нравится. Еще раз повторяю, что курс 30 убьет вас всех. Зарплата так не вырастет. Цены зараза вырастут. И потом будет говорить, ну, как же мы это допустили? Вот такая вот печальная немножко ситуация. Хотя, я понимаю, валютные барыги на этом заработают. Да, 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 конечно. Я думаю, Кирилл это точно видит. Но, идите. Играет банк. Играет. В том числе, Госбанк играет. В том числе, и банк связан с Гонтаревой. И с Петром Алексеевичем. Играет. Играет на курсе. Играет. Ну, конечно, Назбанк мог бы закрутить гаечки. Но Кирилл пока это не делает. А, там сейчас же новый зампред. Ну, в принципе, логично. Выформировать новую команду. Вполне логично. Что же дальше? Давайте я вам пару слов скажу, а что вообще есть. Смотрите, Назбанк опубликовал данные. Как живет или как жила наша банковская система за первые полугодия 2020 года. Ну, в общем-то, показывает, в каком состоянии сейчас. Потому что курс-то курс, а вообще. Я много раз говорил, что кредитовать в Украине бизнесом, бизнесом, повторяю, не работает. Ну, за первые полугодия, общее количество выданных кредитов юрлицам, юрлицам, уменьшилось, не увеличилось. На 9 миллиардов. Вообще, по большому счету, это так они потихонечку повышают. Но, ну и какая ситуация? Есть такой показатель, выданный новый кредит. Я сейчас объясню. Если, к примеру, банк, для того, чтобы вы закрыли старый, выдает новый, прогулагация. Формально это считается новый кредит. По этой причине, вот, смотрю, июнь месяц, 6 миллиардов выдали новый кредит юрлицам. Ух ты! Ну, правда, как вы знаете, большая часть это перекредитовка. А в целом, в целом, общее количество кредитований уменьшилось. Ну, понятно. Я просто говорю, что такая система работает, когда выдают новые кредиты. Что касается вот этих, ну, знаменитых, вот, 5, 7, 9, не работает. Полностью не работает. Специально залез, там есть разбивка. Кому выдают? Ну, скажем так, почти ничего серьезного. В общей сложности 1 миллиард выдали, но чистыми 227 миллионов. Остальные пошли на погашение старых. Поняли? Не, не, логичная ситуация. Человек берет новый кредит, погашает старый, ну, по более высокому проценту, дешевле. Нет, правильно решить, правильно. Ну, вы понимаете, 227 миллионов создать рабочие места, когда у нас уже миллиарды, ничто не стоит. Нереально. Так что это не работает. А вот кредитование физлиц. Ну, и какая ситуация? Был карантин. Вы знаете, многие банки даже прекратили выдавать потребительские кредиты. Прекратили. По карточкам не выдавали. Мало того, заставляли погашать. Ну, вы же помните, что было. А вот теперь июнь месяц, просто, ну, все, уже ограничения сняли, банки дают, по карточкам дают. И за один месяц, смотрите, за один месяц выдали потребительских кредитов на миллиард 600. При этом средняя ставка 36,3. Ребят, обращаю ваше внимание, что у нас учетная ставка еще 6%. Почему говорю, не работает? Ну, тупо не работает. Тут 6%, тут 36%. Тем более, что она практически не меняется. Ну, там 36, 37, вот, да, вот же 35,5 была. Ну, она немножко двигается туда-сюда. И действительно получается такая дурная ситуация. Подтечка-то, Ваня, не работает, там даже смотреть нечего. Получается, банки выдают потребительские кредиты под очень высокие проценты. И, ну, рано не кредитует бизнес. Ну, я говорю, вот, смотри, минус, минус, минус. Тоже в момент населения и все, деньги в банк. Ну, чтобы сразу вас так, эх, до первого полугодия 2020 года дополнительно население разместило в банках гривну. Я отдельно гривну считаю, доллары потом скажу. Ривну на сумму 50 миллиардов гривен. Ну, я не взял, я не, а? Вообще, на сегодняшний момент, если сказать, сейчас общая сумма депозитов населения, населения банка 620 миллиардов. 620 миллиардов. По этой причине, когда мы выдали кредиты на 200 миллионов, да хочешь на 2 миллиона выдавать. 2 миллиона ничего не стоит. Не, я знаю, что большая часть людей перекредитовывать. Я понимаю, что 50 миллиардов, часть людей получила проценты переоформлены. Я не спорю, это есть. Что есть, то есть. Ну, какая-то часть. И я знаю, что есть люди, у которых нет депозитов. Я знаю, у которых много депозитов. Тоже знаю. Но, еще раз говорю, 620 миллиардов гривен население держит в банках на депозитах. Это депозиты. Еще есть деньги на карточках. Это отдельно, это не учитывается. При этом, общий крест валютный депозит уменьшился. Уменьшился. Ну, не сильно уменьшилось. Уменьшился на 69 миллионов долларов. Это за полгода. Да, да. Ну, проценты. Проценты. Ну, я думаю, вы это знаете. Но мы еще раз повторим. Что средние ставки процентов в гривне упали до уровня 10,8. Даже 10. Какие там 8. И то, вы скажете, они везде. А в валюте, в долларах, полтора. Да, когда-то было 2,8. Три, пять, полтора. Полтора. И раз все не будет. Упали, упали. Ну, сразу отвечаю на еще ваш вопрос. Почему упали? Будут ли? Смотрите. На сегодняшний момент, в основном, куда деньги инвестируют банки, это покупают ОВГЗ. Вообще, если посмотреть, с начала года банки дополнительно. Дополнительно. Там погашают, покупают. Ну, чтобы так покрутить. Купили ОВГЗ на 80 миллиардов гривен. Это только гривневые. А если добавить валютные, там, почти 3 миллиарда. Валютные. Ну, соответственно, возникает вопрос, а при чем ваши депозиты? Прямая зависимость. На сегодняшний момент банки считают так. Так как основной объект инвестиций это ОВГЗ, по этой причине они подгоняют ставки по депозитам к ставкам по ОВГЗ. Когда ставки по ОВГЗ были высокие, ну, и депозиты были менее. А сейчас, так как ставки по ОВГЗ низкие, ну, смотрите, если на сегодняшний момент последний аукцион был, ну, там, 10%, 10,75%. Вот размещали гривну, доходность была 10,75%. Понятное дело, что банки привлекают, ну, не могут ли не привлекать вас по 15? По 10 долларов. Валютные размещали ОВГЗ, 3,5%. Понятно, что они вас привлекают за полтора. То есть все очень просто. Будут снижаться ставки по ОВГЗ, будут вырастут по ОВГЗ. Тогда и депозиторы будут вырастать. Ненормальная ситуация. Полностью ненормальная, честное слово. Ну, понимаете, модель, банковская модель в таком виде, она абсолютно нормальная. Причем это действительно заслуга Гонтера. Действительно заслуга МБФ. То есть они просто вот такое сделали. А как это разрулить? Ну, что в теории, что нужно сделать? Что нужно сделать, Кирилл? Чтобы банки меньше покупали ОВГЗ, запретить нельзя. Сразу же, если он запретит, будет проблема с финансированием, с заросным бюджетом. Запретить нельзя. Значит, надо так, чтобы банки меньше покупали, больше выдавали кредиты для бизнеса. Но это не работает. Нам нет норматив. Самое интересное то, средняя ставка по новым кредитам. Ну, конечно, как вы догадываетесь, невысокая. Сейчас, ну, как бы, компании могут получить кредит, средняя ставка 10% водовых гривен. Но не получают. Да не хотят, не могут. По этой причине, действительно, ситуация вот такая патовая. Которую можно исправить. Исправить ли он, Кирилл? Посмотрим. Пока что с валютным рынком у него получается нехорошо. Честное слово. Вы знаете, я люблю стабильный курс. А еще больше люблю ревальвацию. Девальвация убьет всех. Прежде всего, ваши деньги убьет. Даже если купить сейчас доллар, потом продадите, цены вырастут выше. А вот зарплата так не вырастет. Так просто доллар. Вы это знаете. Ну, прошу прощения за печальную информацию. До свидания. Продолжение следует.